Чувствуете? Ну, совершенно были идеи первых веков христианства. Четвертый, шестой. Лествичник, знаменитая Лествица, Иоанн Лествичник. Все это читалось. Добротолюбие. Все читалось и прорабатывалось тщательно. И все я на себе испытывал. То есть я испытал вообще все, что я мог найти в книгах. И, между прочим, все упражнения дают что-нибудь. Поспать на дереве, посадить себя на веревку, например, взять веревку определенной длины, даже очень длинную, чтобы вы могли ходить здесь. И договориться с собой, что вот день ты проводишь на веревке. И вы знаете, что начинает делать психика? Какие она начинает выбрасывать фокусы? Совсем неожиданно просто. Железо на себе носить. Вот вериги знаменитые. Попробовать на себе носить железо. Обычную цепь. Вы знаете, цепь какую-то простую. И это дает совершенно другое ощущение. Это ощущение защищенности. Как будто на тебе броня. Хотя, казалось бы, цепь вот такой подойдет. Такой добродушный. И я ничего против не имею. Хотя, конечно, жизнь утратила свою мобилизующую остроту. Теперь, как ты видишь, вот сидим, так закусочка. А так, что вот такого порыва. Но это, может быть, было связано с тем, что кончилась советская власть уже. Но все-таки, если хочешь, от нее спаслись. И ее разрушали, так или иначе. Теперь вдруг эта стена упала, и все. Какая-то часть. Я подумал вопрос, какую роль играет моя дочь-инвалид в обществе. играет ли она какую-то роль. То есть, для чего это? Это был момент поиска смысла. Исходя из того, что все имеет смысл. Вот эти вещи очень... То есть, это три части. Вот три части твоей жизни, я бы сказал. А другие произведения, и смеси того и другого. И приготовление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вдруг происходит что-то удивительное. Это солнце. И вы вырываетесь из этой стальной решетки, из этой стальной паутины. И свободы. И без смерти. Смотрите, какое небо, Николай, на верху. Интересно, ведь небо, наверное, не запрещено снимать. Субтитры создавал DimaTorzok